Вы слушаете канал жаж.клаб, государственные российские разменные денежные знаки 1915 года. В конце сентября 1915 года, когда как год уже бушевала Первая мировая война, Российский Совет Министров в связи с дефицитом в стране разменных медных и серебряных денежных знаков вынужден был выпустить в обращение суррогатные бумажные дензнаки, марки деньги. Сначала на спецпредприятии ценных бумаг с помощью клише еще сохранившихся старых почтовых юбилейных марок стали печатать номиналы от первого до 20 копеек. Потом в начале декабря этого же года появились бумажные «казначейские знаки» от первой до 50 копеек. Правда, такие знаки в 20, 15 и 10 копеек в общегосударственное денежное обращение почти не попали, большую их часть в конце года уничтожили, а поступившие в обращение изымали и также утилизировали. Кстати, казначейские бумажные денежные знаки предприятия ценных бумаг изготавливала до марта месяца 1918 года, в государственном обращении они находились до августа 1919 года. В процессе обращения как бумажно-картонные зубчаты, марки деньги, так и казначейские денежные знаки очень быстро изнашивались, рисунок цифрового номинала стирался, граждане их путали с марками более крупного номинала. Власти нашли выход из создавшегося положения, они начали на старых марках знаках надпечатывать черной краской крупные цифры «1» или «2». Выпуск российским правительствам в 1915 году суррогатных разменных бумажных денежных знаков мог лишь частично удовлетворить острую нехватку мелких разменных медных царских монет. О серебряных монетах небольшого номинала речь уже не шла, население во время войны их попросту полностью изъяло из обращения. Продолжение истории читайте на сайте jah.club